А сегодня моей дочечке, моей кошечке, моей красавице день рождения, ей 30 лет. Я тебя поздравляю, моя хорошая девочка. Люблю тебя. А ты чего ушел с коридора, с двух стен, а? Мы там прячемся от ракет, от шахедов. А ты чего ушел от нас? Что такое? Или же тут теплее, ведь мы должны в коридоре сидеть. Что ты лапки поднимаешь? А я тут выбрала новую картину для квартиры своей. Хочу повесить. Собираюсь сейчас уходить. Да, это картина очень интересная, такой техники. Видите, как бы с текстурными пастами была сделана. Объемчик такой. Вот я вам близко покажу. Она вся объемная. Такие губки красивенькие, сердечки. Я не знаю, мне она очень нравится. Классная. Будет теперь как будто мозолить глаза в моей квартире. Ну, такая женщина с плеткой. Видите, мой даже фирменный знак. М, А это мой знак. А вот я тоже делала такого слона. Вообще, это должен был быть торшер. Такой высокий. Что я его так и не доделала. В общем, вот это все, это моими ручками сделано. Выпиливала основу под слона. Разрисовывала, раскрашивала. Смотрите, как интересно тут все было сделано. Вот. Когда-то я таким увлекалась. Ну, кому интересно, да? Показываю. Я еду селить клиента своего на квартиру. Я же так переживаю, что потеряла все навки общения с клиентами вживую. Только по телефону везу с собой картину, которая показывала женщину-пушку. А, еще цветочек везу туда. Немножко хочу красить картины и цветочек в мою квартиру. Чтобы, наверное, приятно было. Чтобы, наверное, интересно. Так, вот я сейчас пришла в квартиру свою. Вот, смотрите, новое место для моей картинки. Ну, чё так. Конечно, у меня вот здесь еще одна моя работа. Вот тут она в рамочке. Конечно, хорошо было, чтобы это было в рамочке. Но... Ну, так, пока так. Наверное, так и она и останется тут висеть без рамочки. Главное, чтобы ее не сбили. Вот такая простенькая квартирка. Ох, она очень уютная. Я сейчас приехала в магазин, который называется «Аврора». Это такой небольшой магазинчик у нас. Сеть магазинов по всему городу. Это дешевые товары. Они продают там рабочие из Китая, что там такое. Мне нужно купить кое-что для квартиры. Типа пластикового стаканчика, подставки под горячее. Ну, типа такого-то. Посмотрю, что там еще есть. Может быть, интересного. В общем, того, чего мне надо, я так и не нашла. Тут такое все какое-то не то, что нужно. Придется мне ехать в эпицентр. Ну, тут, в принципе, все есть, чего хочешь. Все хозяйственные, всякие штучки, специи, всякое такое. Душманское все, можно так сказать. Все дешевенькое. Лампочки, электрика, чего хочешь. Тут есть одежда и все, что хочешь. Так, чем я сегодня занимаюсь? Я сегодня уже два раза убираю квартиру. Вот, только что переселила кровать, навела порядки. Все у меня чистенько, повымыла, ванну вымыла. Я ванну проветриваю и навожу потихоньку порядки, там, какие-то недосчеты. Перестирую все, переклеиваю. Тут то отклеилось, там, надо обои на балконе будет подклеить. В общем, такая мелкая-мелкая работа, которую мне нужно делать, чтобы была квартира в порядке. Сейчас поеду в эпицентр. Я вчера так и не купила стаканы. Надо для ванны стаканчик поменять. И на стул мне нужна подстилка под горячее. А помните, я этот цветочек купила? Я его сюда привезла. Вот так подходит, конечно. Классно, конечно. Да, мне нравится. Вот. На улице такая слякотная погода. У нас там впереди супермаркет. Один сельпо. Это фокстрот. Спортлайф. Стояночка прямо напротив. Ну, для клиента очень удобно, кстати. Кто сюда приезжает командировочный или так пожить парочке, то им тут удобно. Хорошо с парковкой. Такое у нас хорошее место. Место расположения. Ну, такая кухонька тут маленькая у нас. Вот. Что-то там вот видите, вверху отклеилось. Нужно что-то сделать там, подклеить наверх. Ну, не знаю. В общем, такой маленький холодильничек. Такая очень уютная комнатка тут. Нужно будет снять эти шторы и постирать их, потому что они заляпаны немножко. Но я туда не доберусь. На стулья я не могу вылазить, поэтому буду ждать супруга, пока он приедет и снимет мне и повесит. Так, ну всё. Я подъехала к эпицентру, там ещё купила короб собачий. Ну, не для моего малыша, а просто очень часто бездомные собаки тут на улице ходят. Вот. И мне надо, чтобы мне какая-то еда была всё время, потому что мне их жалко. Хочется подкормить всех. Ну, пусть будет маленькая пасечка. Сегодня кота уже кормила. С удовольствием лопал. Я тут заглянула в телеграм-канал, там где всякие новости военные пишут. Ну, и прочитала, что на Украине уже 28 тысяч без без вести пропавших солдат военных. Я, конечно, если честно, шокирована этой цифрой. Ой, это кошмар какой-то для родственников, да? Непонятно, живой, мёртвый, ждать, не ждать. Где он? В плену. Убит где-то, валяется в поле там уже. Ой, кошмар, кошмар. Когда это закончится, всё не знаю. Это я на втором этаже, где всякий текстиль, посуда более хозяйственная. Это в эпицентре. Хорошая пиволочка. Так, возьму тележку. Сейчас ещё какие-то скидочки для квартиры, чтобы обновить полотенца. У кот-то ничего такого, ну, 25%. Это маленькие, это большие. Большие полотенца, ничего такого особого нету. Вот эти хорошие, по качеству полотенца. Но они дороговаты, 400 ривен. Это дорого. Тату, зачем я пришла, в принципе, да. Кылымок, какого-то горячего. Это у меня золотистый цвет нужен. Вот эти красивые, да. Сейчас буду выбирать. Так, сейчас выберем что-то. Выбрала такие, как раз под моей кухней. Это я, конечно, в шоке. 895 гривен. Здесь бамбука. Почему так дорого? 742 гривен. Это, конечно, классная штука, но очень дорого. В общем, сделала машину, быстро купила, потому что началась тревога воздушная. Короче, возмутилась я. Убрала из стопки, где была скидка. Они должны были быть по 39 гривен, по 40 гривен. Ну, я думаю, классный, мне как раз такой цвет нужен, хорошее качество. Из-за тревоги больше на кассу, на кассу, потому что, в общем, получила, что одна штука по 65 гривен. Я говорю, как так? Ну, уже не было времени разбираться. Ладно, уже было. Ну, так вот в эпицентре обманывают. В общем, в эпицентре в одну из мест, где выгоняют, а то тревога идёт. В США она выгоняет ещё, ещё с каких-то мест всех людей на выход. А я хотела посидеть там, выпить чайка и поработать немножко. Мне там надо на телефоне по работе кое-что было сделать. Ну, ладно. Поеду сейчас куда-то в другое место посижу, потому что тут хорошие условия такие для меня были бы. Ну, ладно, ничего. Что делать? Всех выгоняют, выгоняют. Люди идут отсюда. Я не помню, в каком городе. Не так давно в эпицентр прямо прилетела бомба. Потому что очень много погибших было, поэтому перестраховываются. Понятно, что никому не хочется потом людей тут отшкрябывать от стен. Покажу вам немного. Вообще, площадка возле эпицентра забита. Забита машинами. Сейчас уже стали выезжать, потому что тревога. Мне где припарковаться иногда. Я стою прямо напротив хода, где место для инвалидов. Иногда и не получается там встать, потому что просто машины ставят. А так, конечно, хорошо придумали. Спать хочу. Что меня эта работа по квартире немножко выбила из строя, потому что очень много времени это занимает. Немножко я не готова была, потому что у меня будет время занято. Ну и потом не располагаешь собой, конечно. В любой момент нужно поехать и поселить людей. Выселить, потом приехать. И убраться. Ну, работа есть работа. Так, давай, давай едите. Ну, блин. Такой перекресток не сильно хороший. Движуха. Как раз. Ах, ёлки-палки. Не успела я проехать. Машины получали. Так, приезжай. Всё, всё. Летают здесь. Я тут, кстати, лет пять назад попала в небольшую аварию. Ну, как небольшую. В аварию попала у меня. Впереди подставили. Без поворота повернули на лево с правого ряда. Рядом. И, получается, я въехала. Фонарь сзади. Неприятно было. Если бы у меня была камера, то регистратор, то я бы доказала. Так я не смогла доказать. Что он повернул с правого ряда. Налево. Без поворота. На такой довольно-таки большой скорости. То есть, ему захотелось вдруг повернуть. Ну, вот тут я сзади ехала. В общем, у меня новые клиенты. Нет смысла ехать домой. Я решила посадить в кафешке, подождать не полчаса. Чтобы не тратить. А, или что-то, что-то смеется. Ну, посмотрите на этот ливень. Это картия. Я давно такого не вижу. Я что-то. Попробую. Я практически ничего не вижу. Вообще-то. Прям наша молния бьет. Здравствуйте. Да? Здравствуйте. Я в шоке, я просто в шоке. Молния и всё такое прочее. Это ужас. Вот это непогода, а я еду, у клиентов сидит опять. Что-то я с ними замахалась, с этими клиентами. Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон»